Восточная шкатулка Выглядит это достаточно многогранно, я стал подбирать это слово, потому что Китай, несмотря на... Такое вечное дистанцирование Казахстана от всех и стремление находиться посередине, т.е. не приближаясь ни к США, ни к Китаю, ни к России, а вот занимая эту центральную позицию, я думаю, что политика Казахстана в отношении Китая претерпела очень много изменений и таких тонких настроек. Но имеет смысл начать, может быть, даже не с этого, именно не с Китая, а с того, что вообще-то Казахстан в течение многих лет позиционировал себя как центр евроазиатской цивилизации. И это интересная особенность, потому что ведь мы привели к тому, что вот эти евроазиаты, это геополитическая сущность, это как бы часть России. Вот гумилёвская история, что орды переселенцев, которые шли в том числе через Центральную Азию, они в конце концов осели в России или как-то сомкнулись. И вот особенность России – это евро. Нет, ну да, вообще, это наша функция, мы связываем Европу и Азию и являемся неким таким мостом. Да, и вот слово мост здесь ключевое. Это некое оправдание того, что у России есть некая своя судьба, что мы не похожи ни на классическую Азию, если брать её как Китай, например, или даже Казахстан, предположим. Не похожи мы, естественно, ни на такую классическую Европу в виде Германии и Франции, ни православную Европу типа Болгарии и Греции. Вот у нас своя судьба, и мы называем это евразийство. А вот, если честно говорить, как евразийскую державу себя больше, конечно, позиционировал Казахстан. Именно там, во-первых, вообще-то находится даже Евразийский университет. И одна из идей, с которой Назарбаев приходит, естественно, не на пост руководителя Казахстана, а скорее на пост властителя дум казахов, это евразийская сущность. Потому что именно он неоднократно ещё, скажем, до 2008 года говорил о Тейсе, что евразийство – это суть казахстанской цивилизации, цивилизация, которая называется на территории Казахстана. Это был, с одной стороны, политический лозунг, с другой стороны, я думаю, честно говоря, что казахстанский тейс о евразийстве значительно ближе к истине, чем российский тейс. И я даже поясню, почему, потому что тогда сразу станет понятно, каково взаимоотношение Казахстана с другими азиатскими странами. А проблема в том, что Россия, да, страна, которая на две трети, может быть, больше своей территории, находится на территории Азии. Это правда. Ну, тут, наверное, можно сказать, что в силу своих размеров Россия не может быть мостом. Казахстан как раз может, потому что он, ну, по отношению, по сравнению с нашей страной, не будем с Монако сравнивать, он маленький, а Россия слишком велика для этого. Да, и это первое, конечно, потому что, да, вот так исторически сложилось, что большая часть России находится в Азии, вот если брать просто географическую Азию. Но вообще-то сущность, по культуре, по языку, по этническому происхождению, конечно, Россия в основном населена народами европейскими. И это то, что кусок территории находится в Азии, не говорит о том, что мы стали евроазиатами. Это всё-таки не географическое понятие, а скорее культурно-этническое. Вот если посмотреть на Казахстан, который формально находится в Азии, упирается там с одной стороны в Оренбургскую область вот туда, всё-таки Казахстан так уж получился, развивался под воздействием. Очень сильная тенденция, которая идёт из России, которая придавала ему такую-то особенность, особенно на севере Казахстана, вот город Уральск и другие, которые говорили, конечно, на русском языке, где жили и живут, собственно, так называемые малые жусы, и юг Казахстана, который, опять-таки, современный Казахстан югом упирается в Китай, где живут большие жусы, там средние, которые, конечно, во многом настроены больше, скажем, в азиатской проблематике. И вот оказалось, что им перегрёздом, конечно, является Казахстан, и географическим, и, наверное, этническим. И вот это определяло и политику Казахстана вообще в целом, и, наверное, психологию Назарбаева. Обратите внимание, что Назарбаев, будучи всё-таки выйдя из первых секретарей, т.е. людей абсолютно партийных и специально подбиравшихся, он не стал, как многие, делать некую проповедовать коммунистическую идеологию под азиатским соусом. Он не стал, культ Назарбаева возник, это правда, но он не стал похож на культы туркменские, туркмен-баши, он не стал даже отдалённо напоминать культ, который существовал в Таджикистане. Это, конечно, значительно более такое европейское лицо, и Казахстан поэтому стал очень привлекателен. Привлекателен для кого? Вот этот кусок, который как раз я рассказываю, он стал привлекателен для европейцев. Посмотрите, кто бывал в Казахстане, тех поражают, например, казахстанские университеты, которые сделаны по потрясающей, отличной, фантастической западной модели образования, западной модели. Это не советская модель, тем более не китайская, а западная. Во-первых, сам по себе университет именно Назарбаева, где руководство является, если лишь долгое время там ректором был вообще японец, где преподавание в основном ведётся на английском языке, и где воспитывается именно, воспитывалась такая западно-ориентированная элита. Но при этом абсолютно параллельно была объявлена стипендия, Назарбаевская стипендия «Балашак» для обучения за рубежом, и многие эти «Балашаковцы» поехали обучаться в Китай. То есть, тем самым как раз, опять-таки, была попытка соблюдать вот этот баланс. А баланс этот, как ни странно, никому не нравился, потому что Китай ещё в 2010-2011 годах объявил о интересном тезисе, который звучал, что так, что Китай и Казахстан обладают общей судьбой. И насколько я могу понять, насколько я говорил с казахстанскими лидерами, не только политологами, но и людьми, которые так или иначе являются действующими политиками, вот этот тезис об общей судьбе с Китаем Казахстану не очень нравился, потому что у Казахстана своя судьба. Вот не надо, мол, её сводить к общей судьбе с Китаем, даже с Россией, с Таджикистаном. И ещё один очень важный момент, который пытался пропадать Китай, что Казахстан должен стать частью большой китайской макроэкономической сферы. И вот здесь Китай как раз прилагал все усилия и пытаясь вытянуть Казахстан на свою сторону. С одной стороны, на мой взгляд, Назарбаев очень грамотно, очень умело с китайцами вёл переговоры, играл, потому что важно было создать некий контрбаланс для американских усилий тогда, и на то, что в нулевые годы американцы очень активно там присутствовали. Ну и, естественно, для России, чтобы сделать такую свою центральную позицию. И перелом, на мой взгляд, наступает в 2008-2009 годы, это когда мировой экономический кризис, и Казахстан, Китай делает несколько интересных предложений, от которых Казахстан не отказывается. Ну, во-первых, Китай покупает целый ряд рудников по добыче урана в Казахстане, ну и плюс начинает активно скупать казахстанскую нефть. Многие экономисты, которые смотрели на поступление денег в Казахстан, говорили, что тот колондайк, который в прямом смысле возник в Казахстане в эти годы, 2008-2009-10-е годы, во многом связан с поступлениями денег из Китая в обмен на продажу казахстанской нефти. И вот после этого перелома, это 2010-2011 годы уже, оказывается, что 21% добычи казахстанской нефти, это вот так давно, принадлежит Китаю. И те некоторые нефтяные месторождения, на которые хотел так куда вступить наш «Газпром», не только нефтяные, газовые месторождения, «Газпром» оказались под влиянием Китая. А дальше больше. Понимаете, продажа нефти, конечно, вещь простая технически, главное правильно договориться. Это значит, что не надо производить добавочную стоимость, надо правильно качать нефть и правильно её перегонять. Китай строит целый ряд трубопроводов, ещё последние крупные договоры были достигнуты в 2015-2016 год, когда Китай и Казахстан подписывают соглашение о строительстве газопроводов и трубопроводов, Казахстан-Китай, и тем самым, как тогда шутили, каждая третья добытая тонна нефти в Казахстане перележит к Китаю. И во многом это связывает уже не с политикой лично Назарбаева, который как раз всегда пытался придерживаться золотой середины. И это было, опять-таки, кто общался с руководством Казахстана, тот прекрасно помнит, насколько важно было, кругом подчёркивать, что мы ни туда, ни сюда, мы абсолютно самостоятельные. И лично, мне кажется, для Назарбаева это было всегда очень важно, потому что воспоминания о неком, наверное, советском прошлом, негативные воспоминания, быть вечно под пятой некого генсека ЦК КПСС, то есть быть всегда вечно подчинённым, Назарбаеву ещё не хотелось. А вот новое поколение, которое стояло чуть ниже на ступеньку Назарбаева, например, Масимов, тогда премьер-министр Казахстана, он, кстати говоря, который обучался и в России, и обучался в Китае, очень хорошо говорил и говорит на китайском языке, они проводили немножко другую политику. Политику максимального сближения с Китаем. Не думаю, что это был такой политический тезис, это скорее был тезис экономический. Китай даёт много денег. Да, Китай приходит в те области, которые всегда были закреплены за Россией, и речь идёт не только о нефтегазе, но, например, электроэнергии, электросети, которые Китай тоже активно оккупировал в этом плане. Но деньги были лёгкие. Китай открывал центр за центром в Казахстане. Китай открывает институты Конфуции, открывала различные курсы для обучения. Помимо казахстанской стипендии Балашак, сам по себе Китай предоставлял и предоставляет очень много стипендий для подготовки казахстанских кадров. И оказалось, что вокруг, например, Назарбаева, я лично видел, очень много людей, которые практически свободно говорят на китайском. И это вызвало обратную реакцию, потому что здесь, вероятно, где-то перегнули палку. Перегнули к китайцам? Я думаю, что китайцы, да. Потому что это вообще ошибка китайская, она не только в Казахстане бывает, она вообще часто встречается. Китайцам кажется, что, наверное, так же, как когда-то Советскому Союзу в 80-е годы, что нас, как нам казалось, должны любить по определению. Потому что мы даём деньги, потому что мы поддерживаем, я сейчас про Советский Союз говорю, там, Болгарию, Чехословакию, и поэтому нас должны любить. На самом деле, вот эта попытка навязывать кругом своё мнение, она вызывает, скорее, ответную реакцию. Наверное, то же самое и с Соединёнными Штатами происходит. Один к одному. Я думаю, что вообще, как только мегаимперии, каковый был Советский Союз, каковый является сейчас, и, конечно, и США, и Китай, как только они слишком плотно приближаются к некому национальному ядру, они начинают быть ненавидимыми. И, кстати говоря, именно с Казахстана, на мой взгляд, началось, вот, как говорят сейчас в новке, алармистские настроения относительно Китая. Проще говоря, и из Казахстана пошла волна, что стоп-стоп-стоп, не слишком ли плотно с нами работает Китай, не слишком ли много подготовил свои элиты, не слишком ли много подготовил своё лобби. Вот эти студенты, которые всё время обучаются в Китае, а чему они обучаются? И я говорил с очень многими специалистами как раз по образованию в Казахстане, они говорили, что да, китайский язык – это правильно, это хороший язык, язык огромного народа, но вообще-то язык – это мало, надо же обучаться технологиям, надо обучаться современным каким-то хай-теку, а ведь этим же в основном занимается не Китай, тогда этим занимался в основном США. И оказалось, что, вот, когда перегнули палку, оказалось, что многие выступления 2010-го, 2011-го, 2012-х годов, они связаны с возмущением Китая. И, в конце концов, случилось то, что случилось, именно в 2011-м году начинается выступление против слишком активного присутствия Китая в нефтяной области, казахстанские нефтяники буквально бунтуют. И вот в декабре 2011-го года в Жанавзене выступление нефтяников, и, в конце концов, Масимов в следующий год, как считается, именно из-за этого, слетает со своей должности, первый раз, потому что там было ещё и возвращение, и стало понятно, что Китай пытается, как тогда, по крайней мере, сами все казахи об этом говорили, вытеснить из нефтедобывающей области самих себе казахстанцев. Это первое, с чего началась конфликтная, серьёзная конфликтная ситуация, потому что до этого были слухи, ну, как всегда, мол, китайцы захватывают Казахстан, но это было именно уровень слухов. А дальше больше, дальше очень серьёзное возмущение в Алма-Ате, где, казалось бы, такой совсем оплот китайского лобби в Казахстане. И сегодня, например, Китай строит почти 51 крупный завод в Казахстане, пожалуй, это самое большое количество по всей Азии, он строит огромный нефтехимический завод в Атерао, сельхоззавод в Кашитао, то есть это крупные перерабатывающие заводы. И вот здесь вопрос, а куда идёт продукция этих заводов? На самом деле, частично идёт в Китае, потому что в Казахстане себестоимость труда ниже, чем в Китае. И, мол, казалось бы, а что возмущаться этому? Ну, есть инвестиция, то, что выпускается в Казахстане, идёт в Китай, в Казахстан приходит валюта, собственно говоря, это стандартная такая история. Но вот, как опять-таки говорят казахстанские эксперты, в данном случае, мне кажется, им можно доверять, что сама по себе за счёт этого казахстанская экономика не развивается активно. И это вопрос не к Казахстану и не Китаю. Китай так действует по отношению ко всем странам. Просто есть одно дело, например, некоторые страны Латинской Америки, где Китай активно присутствует, где местный уровень образования, национального осмысления, он не столь высок. Казахстан – это страна очень высокого в среднем уровне образования, одна из самых образованных стран Центральной Азии. И когда Китай применяет вот эту свою полуколониальную или не колониальную политику Казахстану, здесь у многих это вызывает возмущение. И как следствие оказывается, что с одной стороны Китай очень глубоко присутствует в казахстанской экономике, а с другой стороны непонятно, а как по-другому-то Казахстан может развиваться. И вот это вопрос, это вопрос вообще Центральной Азии. Многие страны, я хорошо это знаю, в Центральной Азии смотрели на Казахстан как на лидера политики разумного дистанцирования и от Китая, и от России, и от США, такой вот баланс интересов. Но оказалось, что в балансе удержаться очень сложно. Пока ты зажат между как минимум двумя большими странами, Китай и Россия, очень сложно куда-то поставлять свою продукцию. И вот здесь все возмущения разбивались о том, что хорошо, предположим, Китай плох, предположим, что и Россия плоха, по-моему, захочет захватить куски казахстанской экономики. Отлично. Куда Казахстан может поставлять свою продукцию? И чтобы перевести свою продукцию, все равно надо будет возить через систему евразийского экономического пространства. Если Китай, если хочет Казахстан торговать с Азией, ему приходится возить через Китай тоже. И это как раз проблема большой стороны, зажатой еще большими странами. Мне кажется, что Назарбаев сумел, особенно в последние годы, найти такой модус в ивенте, удержать страну от сползания совсем уж в руки Китая. Потому что, конечно, Китай присутствует в экономике Казахстана больше, чем США, больше, чем Россия. И по количеству, в деле, брать просто прямой подсчет количества объектов, которые обслуживает Китай, и по инвестициям. Естественно, присутствует Китай активно и в подготовке кадров. Но здесь есть еще один интересный аспект, который как-то остается часто скрытым от обсуждения. Есть такой термин, о котором очень часто сейчас говорят современные казахстанские СМИ, когда критикуют Китай. Термин этот звучит как «люди с двойным сердцем». Это дословный перевод, как они говорят, китайского термина. Это казахи, живущие на территории Китая и подвергающиеся там гонениям. Снято даже несколько документальных фильмов, как казахи, которые этнически приехали в Китай в течение столетий, по крайней мере, не вчера. Вот как сегодня они преследуются наряду с уйгурами, как идут постоянные проверки, как их пытаются перевоспитать. Вообще они считаются людьми неблагонадежными. И вот это преследование казахов на территории Китая, на самом деле, очень непросто сказать, насколько оно велико, потому что китайцы говорят, этого нету. Казахи снимают, наоборот, фильмы про это. Но это стандартная, на самом деле, в связи Китая этого нет в отношении любых обвинений в притеснениях, кого бы то ни было. Абсолютно точно. Но вот когда я, например, говорил с казахами на территории Китая, т.е. этническими, они чётко распадаются на две части. Есть группы казахов, они распределены по некоторым уездам, и те, которые говорят на китайском, и для которых уже китайский стал родным, они говорят, что вы слушаете, какие притеснения. Наоборот, нам поступление в университет со сниженными баллами по местному ЕГЭ, кредиты, сниженные ставки процентов, если мы развиваем на нашей территории какие-то малые предприятия, нам послабление по налогообложению, да всё нормально. Но казахи, которые говорят на казахском языке, т.е. сохранились такие уезды, они говорят, нет, всё по-другому. Нас притесняют, нас пытаются перевоспитать. Но, правда, мне никто ни разу не привёл реального подтверждения того, вот как это происходит. А вот казахстанские телевизионные журналисты сняли фильм целый про то, как семья казахов на территории Китая переживает о том, как их детей перевоспитывали, как дети погибли в китайских вот этих школах перевоспитания. Так что, ещё раз говорю, это такой вопрос непростой. Есть ещё другие маленькие трагедии, это казахи, вернувшиеся из Китая. Те, которые, опять-таки, жили там в течение столетий, и вернулись они в Казахстан, и в надежде, что они вернулись на родину. Но оказалось, что их местные казахстанские кланы как-то особо не принимают, их казахский язык уже очень старый, и в основном они говорят на китайском, и сегодня многие из них просто преподают китайский язык в университетах. Какую-то серьёзную карьеру они тоже не сделали. Руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов. Сейчас сделаем перерыв на новости, через несколько минут продолжим. Восточная шкатулка. В студии руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов и Александр Андреев. И очень интересную вещь вы сказали про то, что казахи, которые возвращаются из Китая, они не воспринимаются на родине, собственно, как казахи, а в большей степени как китайцы, ну или как какие-то люди пришлые в любом случае. И мы часто в Европе наблюдаем, когда люди живут в одной стране, буквально в соседних деревнях, но при этом разговаривают на совершенно разных диалектах, и часто друг друга с трудом понимают. В Казахстане тоже что-то подобное наблюдается? Или это касается только тех, кто возвращается из Китая? Во-первых, в Казахстане есть несколько типов расколов социально-этнических. Это расколы по жузам, потому что Казахстан исторически складывался как племенной союз. И остатки этих племенных союзов существуют, и мы знаем, что всегда Казахстан управляли либо южные кланы, либо южно-центральные кланы, то есть большой и малой жузы. А вот люди, которые переселялись в Китай, по сути дела, это было переселение за счёт расширения Китая. Они оказались на китайской территории, они ассимилировались, это было ещё в эпоху Мин, то есть это как минимум 15 век, некоторые считают, что с 14 века казахи проживали сегодня на территории Китая, казахи – это официальное нацменьшинство, одно из 56. И вот когда Казахстан объявил о новой политике, и Назарубаев, кстати говоря, всячески способствовал тому, чтобы возвращались люди, которые уезжали по разным причинам из Казахстана, оказалось, что возвращаются-то в Казахстан из Китая, например, ну как возвращаются, они не возвращаются, они просто возвращаются на родину. Казахстан настолько изменился, что они оказываются лишними в этой жизни. Ведь, по сути дела, возвращались чаще всего и возвращаются не какие-то выдающиеся инженеры, учёные, которых, конечно, в любой стороне мира бы приняли, а возвращаются люди, которые были простыми крестьянами на той же самой китайской территории. Это сопровождалось, это была вообще большая проблема для Казахстана ещё в нулевые годы, когда, с одной стороны, уезжало очень много русских, мы знаем, что особенно из Северного Казахстана переехало очень много и русских, и корейцев местопроживающих, то есть, по сути дела, обнажился целый сектор и образования, и экономики, ну и науки как таковой. А приезжали в основном простые крестьяне из Китая в Казахстан, и вот эти маленькие трагедии я сам просто наблюдал, людей, которые не могут найти себе место, поскольку они хорошо говорят на китайском, но торговлей с Китаем не могут заниматься, потому что китайцы не любят торговать с такими людьми, они любят вот с этническим казахом, они будут торговать, которые представляют какую-то компанию, а вот эти сотни посредников казахи пытались быть, вот эти казахи посредниками, они не любили, и очень многие возвращались обратно в Китай. И Китай, надо сказать, он всячески подчёркивает, что нацменьшинство, пока любое нацменьшинство, там же есть и не только казахи, там есть, например, очень много уйгуров, контактные группы, которые между собой контактируют, есть кыргызы, проживающие местные китайские кыргызы, это всё проживает по северо-востоку Китая, по север, частично по северо-западу, и я напомню, что тогда происходило, что вот была понятна трагедия вот этих народов, находящихся в контактных зонах. А проблема заключалась в следующем, что в 30-е годы 20-го века, в 19-е века, прошу прощения, в Китай вторгаются западные державы, и там вторгаются и Великобритания, и Россия, и Франция, и Япония, и Португалия, и так далее. И режим ослабевает китайский, страшно ослабевает. И режим, который держал многие покорённые народы за счёт своего величия, вдруг оказывается, что режим-то не столь силён, и начинается восстание. Восстание местно проживающих людей, в том числе, например, казахов, мусульман, которые проживают по северным районам Китая. Возникает колоссальное мусульманское восстание в 1860-е, 70-е годы. Оно поднимает на дыбы весь северный Китай, и там участвуют и уйгуры, и хуэйц, это китайские мусульмане, частично казахи, все, которые там проживают. И Китай не может с этим справиться. У него нет возможности, потому что Китай разгромлен как-то, он уже полуколониальная держава. И Китай обращается как раз к своим же захватчикам, к иностранцам с просьбой подавить мусульманское восстание. Я поясню, что помимо этого мусульманского восстания, абсолютно параллельно, чуть просто раньше, раскручивалось знаменитое восстание Тайпина в Китае, это 50-е годы XIX века. То есть, Китай, он взрывается просто повсеместно. Это как жерло вулкана, и куски оттуда просто лавы вылетают. И руководству Китая, правителей Китая хватаются просто за любую возможность. Мусульманское восстание подавляет, как ни странно, русские. Ну, потому что Российская империя находится просто, опять-таки, в контактной зоне. Как ни странно, это подавление, несмотря на большую критику, особо кровавым не было, потому что мусульмане восстали против китайцев. И когда вошли русские, там было довольно простое предложение, что, давайте так, кто не хочет жить в Китае, кто считает, что китайский режим плох, те имеют право переселиться на территорию Российской империи. Прежде всего, это были тогда уйгуры, которые сегодня тоже составляют и часть, и население Казахстана. Под уйгуров было выделено несколько уездов на российской территории, они туда переселились, не хватило, Россия ещё выделила. А частично, когда восстание было уже подавлено, русская армия, в данном случае Россия, потребовала компенсации за усилия по подавлению мусульманского восстания. И был заключён, скажем, Санкт-Петербургский договор 1871 года, по которому России отходили ряд территорий, где, собственно говоря, и проживали и казахи, местные и уйгуры, т.е. всё смешалось, и тогда эта территория отошла к той области, где находится сегодня Казахстан, часть там Минусинская котловина частично, ну, а уже когда образовался и Советский Союз, и потом уже Российский Союз распался, и образовалась Россия, Казахстан, получилось так, что вот эти контактные зоны оказались просто перемешанные. Договоры и территориальные договоры заключались, не глядя на то, кто, где и как проживает. И вот оказалось, что многое население, уйгур оказались за счёт этого на территории России и Казахстана, некоторые казахи оказались на территории Китая, и сейчас, казалось бы, когда открылись границы, стало более свободное перемещение, вот они могут переместиться к своим семьям, оказывается, что страны изменились, история изменилась. И сегодня Китай очень активно говорит о том, что Казахстан является частью китайской политики пояса и пути, и экономического пояса шёлкового пути, но при этом, конечно же, очевидно, что Казахстан хочет проводить независимую политику. И вот здесь я хотел бы чуть-чуть отойти, если вы позволите, от Казахстана, потому что это есть вещь, как бы вот некоторая новость, связанная вообще с поясом и путём. Это вещь, которая почему-то, обратно внимание, не очень активно публикуется в российских СМИ, а в Европе очень активно обсуждается. Было объявлено, что Италия, как было сказано, предоставит Китаю особые права на пять портов на территории Италии, в том числе знаменитый порт Генуэ, это Триестан и так далее. То есть, это самые, пожалуй, крупные, ну не самые, не пожалуй, а не самые крупные порты Италии. Будет в ближайшее время встреча между Си Цзиньпином и руководством Италии, и будет подписан договор о совместном использовании пяти портов. Ну и в Европе об этом пишут чуть ли не как о захвате Китаем и очень резком усилении влияния Китая в Европе. Абсолютно точно, потому что даже руководство городов и Триеста, и Равены, ну и сейчас Рим, Генуэ, они говорят, не надо этого делать, не надо. Евросоюз говорит, что не надо. Риеста. Америка вообще предупредила Италию, но я напомню, во-первых, тут надо понять, что хотя пять портов, они все по-своему хороши, порт Риеста – это порт, который обслуживает во многом Чехию и Хорватию, и он просто практически международный порт. Китай сегодня с 2008 года активно эксплуатирует уже греческие порты, ну а с 2008, 2011-2012 годов практически порт Пирей переходит под Китаем, просто под управлением Китаем. Получается поразительная вещь. Сейчас эти порты, я имею в виду не только итальянские, но и греческие порты по Средиземному морю отходят к Китаю, к управлению Китаем. Здесь очень важно, конечно, смотреть, на какой основе всё это будет сделано, но я просто поясню для людей, которые вряд ли там хорошо разбираются в морских перевозках, в чём здесь есть особенность. Китай стремится к портам, стремится к портам Европы, но, правда, не ко всем, потому что Китай интересован только в глубоководных портах. Китай гоняет огромные океаники, вот эти океанические лайнеры до Европы, и сегодня они идут прежде всего в Гамбург, в Анверпен, и где Китай, соответственно, владеет по разным там подсчётам в районе 25-35% управления вот этими этих портов. Эти порты глубоководные, они позволяют вмещать, принимать на себя лайнеры водоизмещения до 18 тысяч тонн. Это огромное, чтобы было понятно, это самый большой, это предпоследний класс по водоизмещению, чуть выше, там, 20 тысяч, и на этом заканчивается просто. Казалось бы, это очень здорово, вот такой лайнер запустил из Китая до этих портов, они прибыли, и... А дальше что делать? Их надо этот груз перегружать на небольшие корабли и разгонять по Европе или и дальше. Поэтому каждый раз подсчитывается, насколько выгодно вести такой гигантский груз и потом же перегружать, или всё-таки пусть и по железной дороге. Но ведь на самом деле Китай сегодня базируется лишь в нескольких портах, это вот, как я уже сказал, и Гамбург, Анверпен, Роттердам, естественно, ну и сейчас Пирей. Пирей углубляется как порт, достраивается, но для Китая этого мало. И если сейчас захватить порты по Средиземному морю, по сути дела Китай обслуживает всю Европу, от Франции и Италии до вот опять Китая и самая Греция и Центральная Европа. Оказывается, что Китай будет контролировать все морские глубоководные перевозки, глубоководные с большим водоизмещением. Тут совсем недавно, в прошлом году Латвия и Литва предлагали свои порты для, балтийские порты для Китая. Но Китай – это неинтересно. Балтийское море, в том числе там Котка, явно финское уже, там нет большого глубоководных этих портов, теоретически их можно углубить, но зачем, когда есть те же самые итальянские порты. И вот, на мой взгляд, это сейчас мы видим, собственно говоря, суть вот этой вот китайской кампании инициативы «Пояс и путь». Суть заключается в том, что Китай ставит под контроль самые ключевые точки мировой инфраструктуры. И Европа, с одной стороны, сильно возмущаются многие, говорят, захват. С другой стороны, бизнес, который управляет этими портами, говорит, слушайте, нам нужны инвестиции, нам нужно развиваться. И вот из-за противоречия, и на мой взгляд, честно говоря, глубочайшего непонимания логики развития Китая в Европе да и в мире, порты всё-таки уйдут под китайцев, может быть, на более мягких условиях. Россию спасает вот в этой комбинации. Как ни странно, то, что Россия же не передала никаких серьёзных объектов инфраструктуры под китайское управление. И здесь нас спасает вечное недоверие ко всем. Вот то, что часто является нашим врагом, такой психологический изоляционизм, желание напрячься, ничего никому не отдать, предложить, но не дать. Вот внезапно это сослужило вам добрую службу. Сколько было, я напомню, предложений, что давайте, а что, что плохого, целый коллектив авторов работали, говорили, ну давайте мы сейчас сделаем большой евразийский путь, через Россию транссиб кусками передадим Китаю, или давайте построим железные дороги, передадим Китаю, давайте вместе будем эксплуатировать против Владивостока. Но китайцы при этом не хотели всё это брать, если это не отдавали им на совсем. Конечно, конечно, потому что вот когда мы говорим про порты в Европе, как ни крути, контрольный пакет акций принадлежит китайцам, а иногда и там больше 50% как с Пиреи. Поэтому вот на этих условиях китайцы бы взяли, но тогда бы мы бы утратили суверенный контроль полностью или частично. Это вопрос непростой, потому что объединять китайцев в захвате тоже бессмысленно, потому что Китай пытается хеджировать свои риски. Ведь если порт принадлежит китайцам, они могут им управлять, им кажется, китайцам кажется, что порты и в России, и тем более в Европе управляются неправильно. Очень много расходов. Я помню, сколько было критики со стороны Китая, что неправильно управляют и Пиреи. Вот этот порт, который известен со времён древних Афин, древней Греции, он неправильно управляется. Он перешёл под китайцев. Если когда вы сегодня приезжаете, кто бывает в Пиреи, а там не только же грузовой порт, там поробы расходятся по всему Иоанническому морю, вообще по всей Греции, вы не увидите каких-то, скажем, китайских объявлений или того, что этот порт стал китайским, или что там все говорят на китайском. Нет, всё такое очень греческое. Но извлечение прибыли, самое главное, контроль за перевозками оказывается у китайцев. И это понятно. Почему? Есть ещё и другая сторона. А кто обеспечивает порты загрузкой? Китайцы обеспечивают. Греки же не могут обеспечить свои порты загрузкой. Да, там что-то плавает с Ближнего Востока, там фрукты переправляются, но это недостаточно. И вот парадокс в том, что даже не парадокс, а может быть логика всего того, что Китай очень активно пользуется бизнес-желаниями расширить инвестиции. При этом бизнес всегда будет стремиться решать инвестиции, европейский или российский. Бизнес не думает никогда над национальными идеями. У нас остаётся всего две минуты. Можно ли сказать, что китайцы сейчас пытаются построить такую же систему, как в своё время Соединённые Штаты построили, когда вся мировая финансовая система была построена на долларе. Вот теперь Китай захватывает некие ключевые элементы всех транспортных путей. Не только транспортных. Во-первых, да, Китай стремится. Китай очень чётко повторяет американскую модель, и в известной степени даже советскую модель, причём в самых худших её проявлениях. Китай пытается, конечно же, внедрить свои идеи по поводу использования юаня в качестве расчётной валюты. Китай ведёт, так же, как и США, по всему миру подготовку кадров, обучение и преобучение кадров по своим технологиям. То есть, да, конечно, Китай матрицирует США. Но ведь матрицируя США, и в худших, и в лучших проявлениях Китай будет матрицировать и отношения к США. Вот так же, как многие сказали, нет, дорогие американцы, вы пережали своим давлением, ведь точно так же сейчас говорят и в отношении Китая. И это возвращение к теме отношений Китая и Казахстана. И Казахстана, абсолютно точно. Но почему у нас всё-таки есть не треугольник в мире какой-нибудь, а всё равно это две страны, Китай и США, как ни крутить, делят между собой мир. Вот они между собой сейчас договорятся о финансовых потоках, о том, продолжится война тарифов или не продолжится, почему нету третьей стороны. А ответ, на мой взгляд, очень прост. Не только потому, что они самые сильные экономичные, потому что у этих двух стран, у каждой по-своему, есть своя глобальная концепция развития мира. Она разная, каждый предлагает свою концепцию, каждый вокруг себя формирует лагерь, и каждая по-своему пытается этот лагерь, грубо говоря, либо подкупить, либо уговорить. И в данном случае, казалось бы, да, и каждая страна по-своему любима и ненавидима одинаково. Вот здесь как раз возникает вопрос по поводу России. Для нас тоже важно делать не только национальные, но и глобальные концепции, тогда мы будем какой-то ещё одной третьей стороной. Руководитель Школы Востоковедения, Высшая Школа Экономики Алексей Маслов. Спасибо. Спасибо. Восточная шкатулка